Прежде чем мы начнём прямо к этому мечтаю, давайте помолимся ещё раз. И есть большая просьба, если вам нет никакой необходимости по медицинским и другим показаниям сидеть сзади, поближе к туалету, пожалуйста, пересядьте ближе. У меня со зрением в последнее время не очень. Я хочу вас спросить, бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Пожалуйста, поближе сядьте. У вас спасибо большое. Нет, серьезно, просто когда теснее сидим, ощущение, да, хорошее такое, семейное. В Америке изобрели большие мега-магазины, мегамолы их называют, гипермаркеты. И интересно то, что даже небольшие города в Штатах имеют эти большие гипермаркеты, в частности, один из дешёвых, типа нашего гипермаркета «Магнит», там у них есть «Волмарт» называется, там, где и промышленные всякие, и аптечные товары продаются, и продукты питания, и одежда, и электроника всякая. В общем, знаете, зачем они были созданы? Вместо большого количества маленьких магазинов, большие мегамаркеты строят. В Америке живут люди, стараются, стремятся жить поодаль друг от друга. И всякая семья старается выбраться из города, из тесной, скучной такой вот общины, скажем так, многоквартирных домов и тесного расположения. За город выбраться, купить себе даже небольшую домешку, но чтобы он был отдельный, с отдельным подъездом на машине, чтобы был свой гараж. Небольшая, крохотная, но своя лужайка с качелькой, и чтобы там была газонокоселочка и так далее. Человек выходит, тут у него есть заборчик зелёный какой-нибудь, отделяющий его соседа. То есть, ощущение того, что он живёт отдельно, всё-таки присутствует. И из-за того, что люди стараются жить независимо друг от друга, попытались сделать так, чтобы люди продолжали себя чувствовать частью единого целого, для этого существуют эти огромные гипермаркеты. Есть магазины, которые продают те же самые товары, и кое-кде можно даже дешевле это найти, чем в этих больших мегамаркетах продаётся. Но вот, попадая в большой магазин, люди ходят и смотрят вокруг людей, ходят тоже с корзинами, с колясками, и ощущают себя частью единого целого. Вот у нас, в принципе, вся наша цивилизация, тоже восточная, она стремится к тому, чтобы подражать образу мысли того, что происходит на западе. И мы тоже стремимся к тому, чтобы жить поотдельнее. У нас часто в одном подъезде, сегодня, вот люди не знают, кто живёт в соседней квартире. Мы видим друг друга редко, не общаемся, раньше как-то больше это было, в советское время люди чаще общались, ну, потому что интернета не было. И на телевизоре было всего этого канала. Первый и второй. Было всего три кнопки на радиоприёмнике, да? И поэтому люди чаще общались, чаще виделись вживую, разговаривали друг другу, знакомы были между собой, как-то взаимодействовали. Это по-современному называется социализация. То есть, общение, да, в едином целом себя ощущаешь. Так вот, церковь на западе, она превращается, в принципе, в подобие структуры общества вокруг, примерно в то же самое. Люди живут отдельно, типа, не лезь в мою жизнь, я в твою не буду лезть. Что тебе за меня? Зачем ты меня спрашиваешь, как у меня дела? У меня всё хорошо, и я в твоей жизни не буду интересоваться. Получается, что мы таким образом отделяемся друг от друга, и мы стараемся режь друг друга видеть, и для себя успокоение нашли, что мы в воскресенье только видимся друг с другом, и то сидим друг у друга поодаль. А что происходит в жизни других людей, мы сейчас просто не в курсе. Господь немножко по-другому задумал церковь, и церковь – это не воскресное собрание. Это собрание воскресное, так оно называется. Когда вы говорите, пойду в церковь, это неправильно. Пойду на воскресное собрание. Церковь – это мы, и мы должны общаться. Так Бог задумал. И мы друг по разинам друг от друга написано, кто? Члены отдельные, члены тела. А вместе составляем одно единое тело, которого глава – Христос. Правильно? И взаимно скрепляющими связями мы растём в меру холма возраста Христова. Правда? И если есть такой конфликт, какая-то ситуация, они неизбежны, конфликтные ситуации. Это неизбежно, потому что мы все люди. Все мы несовершенны. Нам постоянно и каждый день нужна Божья милость, Божья благодать. Мы для этого причастие принимаем. Это, можно почти сказать, вынужденная, назначенная Богом, мера, чтобы нам учиться, примиряться. Потому что мы получаем Божью благодать каждый день. А друг другу её не всегда готовы давать. Поэтому через причастие Бог принуждает церковь исповедоваться друг перед другом, признаваться в простудках и молиться за другу, чтобы нам устелиться. Понимаете, да? Поэтому я прошу вас, садитесь поближе. Старайтесь общаться с теми, кого вы не знаете. Старайтесь общаться с теми, с кем неудобно общаться. Есть какой-то конфликт, недосказанность или есть пропасть между тобой и кем-то ещё. Не успокаивайся до тех пор, пока ты этот конфликт не разрешишь. Написано, имейте мир со всеми, и наипаче святость, без которой никто не увидит Господа. Ещё написано, если возможно, с вашей стороны имейте мир со всеми. Если возможно. То есть, ты перед Богом встанешь однажды, и Он тебя спросит, что ты сделал для примирения. Я сделал, Господь говорит, всё, чтобы примирить тебя со мной. Я сделал всё, хотя я не был перед тобой виноват. И за всё человечество перед Отцом Небесным сказал, прости нас. Он вместо нас это сделал, и от нашего лица это сделал. Пришёл за ручку, нас привёл, сказал, прости нас, Отец. Мы согрешили. Прими нас назад. И Он, видя святость Иисуса, Его безгрешность, Его кровь, Он, естественно, нас принимает, потому что Иисус ходатай. Он нас за руку привёл. Поэтому мы не имеем права не делать ничего и оставлять всё, как есть, если мы знаем о существующих сложностях и конфликтах отношений. Мы не имеем права оставлять это просто так. Даже если ты прав, сделай, как Иисус. Подойди к человеку и скажи, прости меня. Я знаю, что есть конфликт. Я хочу сделать всё, чтобы между нами был мир. А что, если сегодня Христос придёт? Он же каждому из нас посмотрит в глаза и спросит, а ты что сделал? Ты всё сделал? И ты, конечно, если не всё сделал, как ты скажешь, я всё сделал? И кто-то получит награду. Кто-то меньше получит награды. Кто-то не получит награду вообще. Просто потому, что делал какие-то вещи. Но делал не по любви. Вступал не по любви. А вступал, потому что должен. Потому что сказали, что обязан был. Заповеди такие. Подолго вступал. а любви не имел. В таком случае, ну, другим польза была, а тебе никакого не будет. Но при этом, если ты стремишься к Богу, познаешь Его любовь каждый день, и надеешься, что всем это сделаем, и жива Божья присутствие и благодать, тогда мы не будем долго думать, чтобы наша рука была щедрой. Мы не будем долго думать, чтобы сердце раскрыть. Мы не будем долго думать, будучи правыми, чтобы сказать, прости меня, пожалуйста, давай примиримся. Давай. При лице вам Господа, давай это сделаем. Раз навсегда. И даже если мы что-то будем делать и не в попад, и не так, и будем забывать о чем-то, давай будем стремиться все-таки ходить в мире и в святости друг с другом. Это очень важно. Поэтому я вас прошу, садитесь ближе друг от друга. Вы будете чувствовать присутствие. Например, сестры наши, замужние, мужья, услышите, пожалуйста. Сестры, ваши жены, нуждаются в вашем прикосновении. Они нуждаются в том, чтобы вы их обнимали, а не чтобы они чувствовали вашу физическую близость, чтобы они знали, что вы тут, рядом, не где-то там. Понимаете, да? Это очень важно. Поэтому церковь, она созидается как семья, чтобы мы чувствовали даже, вот, друг друга, знали лицо и знали, ну, грубо говоря, как этот человек пахнет. Может, так глупо звучит. Но, да, когда мы можем знать и чувствовать, что в жизни другого человека происходит, просто потому, что мы стремимся к тому, чтобы ему послужить. А послужить нужно когда? Когда ты знаешь. Вот так или иначе, мое служение состоит в том, чтобы не только словом вам служить, да, а еще общаться с вами. И я, исходя из своих временных возможностей, из своих сил и так далее, я стараюсь поддерживать отношения со всеми людьми церкви, насколько меня хватает. Будь то вживую, встретиться где-то, приехать, да. Вы знаете, что душепопечение в этом состоит, чтобы вы почувствовали себя нужными, чтобы вам, вы знали, что вам время уделили. Вы ждете здесь часто послужения. Но подумайте, насколько это будет лучше, если вы будете друг друга ждать послужения, что вы будете улучшать момент, чтобы подойти к человеку и сказать, знаешь, я тебя хочу вот сегодня поддержать, я хотел бы за тебя сегодня помолиться. Я знаю, есть проблемы. И по твоим глазам видно, я чувствую, что в жизни у тебя не так. Что было в прошлый раз? То случилось, тебя не было, я тебя не видел. Ты на телефон не ответил, на сообщение. Что случилось? Рассказывай. За что могу молиться? Как могу помочь? И вам человек расскажет, и это может не в первый раз, но будете настойчивы в этом. И через это вы научитесь служить настоящему. Вы поймете, что это такое. Принимать участие в жизни другого человека. Это очень важно. Потому что Господь, вот Павел в этой главе, в 20 главе Деяния, которую мы сегодня читаем, он скажет, сам Господь сказал блажение давать, нежели принимать. Интересно, что вы эти слов не найдете ни в одном из четырех Евангелий. Блажение давать, нежели принимать, Иисус не сказал ни в одном из четырех Евангелий. Но Павел говорит, он цитирует Иисуса. Почему? Потому что в этом вся суть того, что сделал Христос. Он отдал, а не принял. Понимаете? Он отдал, чтобы принять. Но сначала отдал. И поэтому в этом и благословение. Да? Давайте помолимся и начнем читать. Субтитры создавал DimaTorzok